Ола! Приветики! Здравствуйте! Хеллоу! Круто-круто, все круто! Здрасте! Просто привет! И в общем, короче, есть еще тысяча вариантов, как я могу с вами здороваться. И в последнее время я замечала под видео, что вот это вот мое круто-круто, все круто! Многих начинает бесить. Если вас это тоже бесит, или наоборот, вам это очень сильно нравится, то пишите в комментарии, обсудим это и выберем самое крутое и самое клевое приветствие, которое вам бы хотелось услышать. Поэтому без лишних штоп я просто скажу вам всем привет! Считанные дни остались до праздника, который кто-то считает в России, типа, нафига его отмечать, это даже не наш праздник, или наоборот, все так зацепили за него, то, что это просто какой-то культовый день, который можно ответить, да еще и школьные каникулы, и переодеться, и привыкованно что-нибудь делать, да-да, именно Хэллоуин. По этому поводу я решила снять макияж на Хэллоуин, который просто устрашающий, и в штанишке можно наделать, когда вы видите этот макияж. И посмотрела перед этим разные видео на ютубе, где всякие девчонки, мальчишки делают себе такие макияжи, то есть, вот здесь тут течет кровища, всякие там рожки-доножки, вампиры, оборотни, бла-бла. Я подумала то, что... Плохое что-то подумало, видимо. Я подумала то, что такие макияжи, конечно, там, все эти стандарты, то, что их боятся, и бла-бла-бла. Но я поняла, чего я на самом деле боюсь, и решила делать не за это. А боялась я всегда Петровича. Петрович это такой мужичок, мой сосед, который просто, я не знаю, он, наверное, знаете, идет он на расстоянии метра, и я прям чувствую, чувствую, что еще пять минут за его спиной, и я буду настолько пьяная, что несите меня семеро. И макияж Петровича, я думаю, что нам всем знаком этот персонаж, поэтому погнали. Так как я сейчас грела попец в Тунисе, я стала темнее, а Петрович, знаете ли, очень светлый мужчина, поэтому берем самое светлое, что у вас есть, зеркальце, и начинаем делать вас белее, некуда, прям по-хорошему, на пепе. Ретушируем все широко. Вот, о, боже. Да, если вы знаете, я забыла заплести волосы, вы не забывайте это делать обычно. И, как вы сами понимаете, Петрович такой мужчина, у которого летний загар в едачке во Псковской области, он всегда ставит в такое положение, что кожа абсолютно разного типа. И она где-то загорелая, где-то очень светлая, поэтому мы будем миксовать как можем. Игачки прям. Берем вот такую вот пудру, тоже оттенка сопречивая, и начинаем делать околоскульптурирование. Присылываем скулы. Вот так вот, вот просто, чтобы были а-ля морщины. Морщины, конечно, у Петровича все выглядит достаточно офигенно, и реально, мне кажется, что его морщины ему никак в жизни не мешают, но у нас их особо в таком возрасте нет. Дальше после этого берем и начинаем пририсовывать складочки всякие разные. в разных местах абсолютно рисуем эти складочки. Но это так, наметки. Больше будет, очень интересно. Не забываем, если вы будете делать Петровича прям везде, как я это делаю по грудь, то стараемся. После этого мы берем вот такую вот кисточку, которую будем рисовать в складочке, и белый тень. У меня вот такая порядочка, не удивляйтесь, включая-но. И, в общем, я беру самый-самый светлый оттенок, кюк-тяк, зеркальце, наше зеркальце. Делаю вот так лобешник, сразу появляется проблема. И прорисовываю эти все складочки. Ну, не прям все, потому что тут их нифига. Кстати, вы знаете, что все это не потому, что... Нет, проблема такая, что я уже старуха, все-таки 17-й год уже, да? Вот. Это потому, что я очень много улыбаюсь. Говорят, что если человек очень много улыбается, ржет и напрягает эти все мысли, вот к старости у нее и будет такая проблема. Я не боюсь. И вам не советую. Потом дальше где? Вот эти вот эти вот эти вот эти. И после этого берем темный достаточно оттенок. Ну, наверное, даже черный, да? И помиксуем его чуть уже с тем, который у нас есть на кисточке. Только я не перебавлю. И начинаем прорисовывать. И все складочки, они мочи. Очень тоненько, очень аккуратненько. Там же, где мы и прорисовывали мир. Тут рисуем побольше, потому что у нас здесь будет, что правильно. Усачи! После этого начинаем рисовать щетинку Петровича. Окей, да. Уси... Это честь. А борода и у бабы есть. Или как-то там. Такие неплохие усики у нас получаются. Уже изначально. Ну вот. По складочке, которую мы рисовали, прорисовываем усики. Усики хорошенечко. Можно даже как-то отдельно, чтобы было видно, что тут есть волосики такие. Клава делать это вот так и кисточкой. Потому что изначально я пробовала другой. Получало коренок. Вот это кусты! Хе-хе! Дальше продолжаем рисовать бородом. Берем ту же самую палеточку. Здесь очень много всяких нюдовых оттеночков. И берем какой-нибудь прям такой. Ну, похожий на темную кожу вам каша. Вот. И начинаем рисовать так, где у нас обычно борода идет. чтобы потом закрасить ее еще ярче. Отбираем абсолютно разные оттенки, потому что я уже говорила, что у Петровича, у него, ему свойственно разные оттенки. Да. Вот. Для любителей вы можете добавить еще вот здесь тот хайлайтер. Потому что разные бывают люди. И мне кажется, что Петрович точно разбирается в стиле моди. И слово хайлайтер ему давным-давно знакомо. Тут у нас получается слишком ярко. Поэтому здесь тоже сделаем слишком ярко. Хорошенько так рассматриваю. О, боже. Вот. Так бы себе я рисовала в такое видео. Надеюсь, мы в будущем можем это смотреть. Мне после этого по стандарточке берем черненький. И почему мы будем ставить? Прямо врачи. Потому что, может, сначала... А, как нападает! Мамина палетка. В общем. И начинаю рисовать идиночку. Идиночка хорошая такая. Можно делать это еще не очень ровно. Потому что, конечно, вот мой Петрович, да, он всегда идеально выберет. Всегда, я думаю, что он посещает барбершопы. И все барбершопы от него сходят с ума. Потому что он там делает им годовую ручку. Прорабатываем линию скул. А линия вот около ушей. Не знаю, как называется. И, конечно же, подбородок. Подбородок нужно проработать очень активно. Ибо это самая главная вещь в нашем макияже. Добавим утонченного, так сказать, вида, ну, можно, небрежности, да, наверное, какой-то. Потому что все-таки Петрович, он много работает, он волнуется, переживает за эту жизнь. И поэтому мы можем добавить вот прям, ну, как, я не знаю, наверное, отголоски того, что он бизнесмен все-таки. Работает, наверное, в какой-нибудь очень крупной организации. Вот, то есть вы можете так попросить друга, может быть, когда будет собираться на вечеринку. Так, я бы на вашем месте рекомендовала вам сделать еще немножечко таких желтых пятен. Не буду объяснять зачем. Но это просто, как по моему личному опыту, я уже видела у Петровича эту проблему. Вот. Можно нарисовать там смайлик. Потому что Петрович, да, все-таки не серьезный, а просто хороший мужик. Чтобы утонченно дополнить наш образ, мы добавляем немножечко одеколона, но не на шею, а вовнутрь. Ну, я бы выпила, просто я из горла не пью, я закончу снимать и перед вечеринкой налью себе стакан. Шарф из коллекции Буччи Северного рынка, так сказать, дополнит наш элегантный образ, который подготовлен из лучшей косметики России и стран СНГ. В общем, ребята, слушайте и запоминайте. Петрович это человек, который любит, пока что, любите друг друга, любите себя. Любойтесь с Петровичем, и не любите меня, не трогайтесь с нами, кто любит. Тот сейчас будет очень устрашающая. Ну, а с вами была я, Маха Горячова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...